Они прошли войну, сейчас живут бок о бок с нами. Но страшные воспоминания навсегда останутся в памяти фронтовиков. Свою историю нам поведал Михаил Александрович Вейцман. Ушел на фронт в 17 лет, служил связистом. С ветераном познакомилась Юлия Арянина. Когда жили одним днем, вы понимаете, не думали, что будет. Словом, страшно не передать все те ощущения, что пришлось пережить. Вперед толкало чувство ответственности, которое легло на плечи 17-летнего юноши. Когда рядом с тобой только что разорвется мина, и ты оглушен, ты весь не слышишь ничего, и этот запах пороха, и притупляется чувство страха, я вам честно скажу. Я не могу сказать, что я такой сильно храбрый, смелый там или что. Нет, ничего подобного. Обычный человек, весь этот тяжкий солдатский труд, это героизм. Весть о войне встретил в Запорожье, будучи еще школьником. Фронтовой путь начал с Курской дуги. В пехоте на передовой Михаил Вейцман служил связистом-телефонистом в стрелковом батальоне 6-й гвардейской дивизии. Затем форсировал Днепр. Два солдата пытаются тащить здоровенного офицера с соседней роты. И вчетвером мы его подняли, а он все просит, братцы, не бросайте. Вот. И думаю, не думай на тебя бросать. Он все просит. До самого конца он повторял, братцы, не бросайте меня. Вытащи меня отсюда. Закончил войну на Сандомирском плацдарме. В конце 44-го года Михаила Александровича направили в военное училище. Весть о победе встретил на посту. Стреляли в воздух. Вот я встретил победу залпом. Вот из своей винтовки на посту в Киевском военном училище. Михаил Александрович несколько парадов победы отшагал в Киеве. Затем был Ленинград. Примерно так же, 3-4 парада. Правда, так и не довелось маршировать по брусчатке Красной площади. Но зато уже несколько лет подряд он отмечает День Победы в самом центре столицы. Точно так же запланировал и на этот год. Юлия Арианин, Дмитрий Алексеев, Служба новостей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова